здравствуйте друзья с вами татьяна помните мы с вами ходили в магазин тканей и купили там ткань два отреза из натуральных натурального состава я люблю шить и любовь к шитью пришла еще в раннем детстве а у молодости которая пришлась на 90-е годы я жила уже много причем жила платья какие-то костюмы вы же знаете молодежь конечно не помнит девушки постарше те помнят что те времена магазинах ничего интересного не было были деньги ничего невозможно купить поэтому девушки женщины умудряли что-то шить интересненькое вязать ну в общем проявляли свое творчество как могли и вот в те времена конечно научилась и сейчас иногда от себя шью я купила себе машинку ну вот машинку купила здесь уже в киеве где-то за 90 долларов она сто раз себя оправдала я шила и конечно платья юбки какие-то глузы шторы тюль на окна так что девочки мои дорогие научитесь шить а еще знаете какое интересное дело когда ты шьешь просто без машинки как настоящий дизайнер своими ручками и это получается очень интересные вещи мне когда подруга рассказывала как во время студенчества одна девушка пошила себе брюки вручную представляете какое было желание и я как-то вдохновившись этим еще больше начала фантазировать и шить но это обо мне извините что я так пространно рассказываю об этом а еще вспомнила помните 90-е годы когда вообще ничего нигде не было я хотела рассказать вам маленькую историю мы все время с подружками бегали в цун и так в конце месяца если цун не выполнял план по продажам выбрасывали какие-то вещи дефицитные или просто какие-то вещи которых не было на прилавке в обычные дни и люди там стояли просто стояли и ждали что же там выбрать иногда даже ничего не выбрасывали но в те интересные времена я помню купила себе там французский тепли и кожаный кошелек боже какое это было приобретение так вот в один из таких разов я купила железные миски представляете обычные железные миски тоже не было продажи прихожу а муж мы еще было и очень молодой семьей ребеночка у нас еще не было анечки зачем ты купил эти собачьи миски я на всю жизнь запомнила эту фразу правда эти собачьи миски нас очень выручали когда мы делали закатки на зиму варенье варили в общем ну вот представьте во времена дефицита люди вот вели себя в соответствии с тем временем как-то выкручивали что-то делали где-то что-то покупали кто-то переплачивал помните было такое вене спекулянты купить у спекулянта за три дорого это тоже была тема кто-то шил кто-то летал но я из тех людей которые обновляла свою гардеробку с помощью своих рук я вязала и шила так вот такая длинная история у меня получилась извините меня вот сейчас я вам покажу что у меня получилось ну давайте смотреть уже извините у меня такой спонтанный рассказ ну вот девочки из того куска ткани что мы с вами вместе покупали вот вырисуют с такой платье платье какое-то будет в стиле киноно с поясом я думаю оно будет свободное легкая ткань на лето так что я думаю что то нормальное получится потом если хорошо получится я вам покажу вот такой здесь пояс такие здесь цветочки розовенькие в общем что то такое актуаленькое получится сейчас у нас же в моде крупные цветы я так на себя примерила что то мне крупные цветы не очень но все равно я же должна была попробовать это девочки шить всегда было выгодно потому что если купить ткань где-то 15-20 долларов вам будет эта ткань 500 600 гривен а получится платье шитое своими руками с любовью будет носиться с удовольствием ну вот давайте дальше смотреть платье у меня получилось это очень простой покрой в жару я буду ходить вот так без пояса потому что должно душево я думаю что так будет замечательно еще в таком платье можно ходить на пляж оно очень простое вы видите какой здесь покрой это кусок ткань пока вырезал и получается вот такое платье у меня осталось вообще такой маленький кусочек ткань шила я на машинке которую вы уже видели в видео о переделке клетки так вот это платье не обошлось 420 гривен это где-то 15 долларов приблизительно и пошитая своими руками оно мне приносит еще больше удовольствия если бы я может быть заплатила бы за такую натуральную ткань 2000 гривен то явно экономим на лицо правда же и я могу одеть это платье и с поясом так у меня наверное быстро не получится почему-то я ломуюсь очень и и и и и и и Если вы хотите сэкономить денежки, пожалуйста, берите машинку, можно даже вручную пошить. Вот попробуйте. Если у вас где-то завалялась в шкафу какая-нибудь простая царь, просто возьмите машину, пошите вручную. И вы посмотрите, как это классно, и вы почувствуете себя дизайнером и вдохновитесь. А если у вас вообще классно получится, так это будет еще и продолжение вашей творчества, вашего творчества. Я уже перехожу на украинский язык, извините. Возможно, кто-то не понимает украинский, поэтому я говорю на русском. Итак, вот, друзья, творчество это прекрасно, это вдохновляет, и это как-то развлекает даже. Поэтому пробуйте. Вот такое вот платье у меня получилось. Надеюсь, вам оно понравилось. А мне оно нравится, даже по тому факту, что я его сама пошила. Ну вот, такое платье. Все, пока, мои дорогие. Подписывайтесь, вам не трудно, а мне приятно. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ну вот, пока-пока. Хорошего вам дня. Будьте здоровы. Пока! Пока! Продолжение следует...